Продолжение следует... 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 организованные нашим фондом в Эстонии. А теперь я передам микрофон нашему другу фонда, можно сказать, нашему земляку, тайлинцу, журналисту Артемию Троицкому. Спасибо. Доброе утро. Чтобы они выступили со своими соображениями по этим вопросам. Ну а потом, само собой разумеется, вы можете всегда задать вопросы и, надеюсь, получить ответы. Тема номер один. Тема номер один вдохновлена известной песней Виктора Цоя и группой кино, которая называется «Перемен». Мы ждем «Перемен». Песня, которая до сих пор является саундтреком для всех протестных митингов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Песня, с которой я, честно говоря, не очень согласен. Я даже написал свою песню, которая называется «Шайку Путина на нары». Премьера была в феврале 2012 года на Болотной площади. У меня там есть такая строчка «Ждать перемен можно тысячу лет, если ты сам не поднимешь хребет». То есть можно ждать перемены, можно делать эти перемены. Но вопрос в том, вообще эти перемены нужны русским людям или нет. Потому что если они русским вообще не нужны, то спрашивается, ради чего бороться. Значит, на мой взгляд, у нас отношения в народе к переменам очень разные. Есть действительно люди, которым перемены совершенно не нужны. Это, с одной стороны, такие прямые бенефициары путинского режима. Там какие-то друзья Путина, олигархи, силовики. Их очень много. Очень многие госслужащие и так далее, которые получают огромные привилегии, имеют безграничные возможности воровать и так далее. Спрашивается, нафиг им перемены. Им не нужны перемены. С другой стороны, имеются люди совсем простые. Я не буду говорить, там, идиоты, дураки и так далее. Мы, скажем так, совсем простые люди, которые просто верят всему, что говорит телевидение. И поэтому, собственно, они считают, что в России и так все в порядке. Хотя у них низкая зарплата, хотя они ходят в сортир во дворе, и никогда в жизни не бывали за границей, да им это и не надо. Тем не менее, они считают, что все окей. Потом есть еще одна категория людей, которые перемен не хотят. Это уже люди как бы более нашего, что ли, более нашего поля. Это люди, которые считают, что если в России перемены и будут, то, как всегда это бывает в России, это будут перемены к худшему. Так что Путин, это еще не самое ужасное, что может в России быть. Если будут эти самые changes, то это будут перемены в сторону военной хунты или какого-нибудь там православного теократического государства или что-нибудь еще такое. Я такие аргументы слышу, в общем-то, вполне неглупых интеллигентных людей. Затем есть люди, которые, в общем-то, ничего против перемен не имеют. Нормальные люди, но которые слушают песню Цоя как фонограмму своей жизни. Они ждут перемен, они хотят, чтобы эти перемены были. Ну и дай бог. Ну и, наконец, имеется третья самая активная часть российского населения, может, я кого-нибудь и упустил, которые готовы ради этих перемен что-то делать. Я знаю, по крайней мере, среди нас тут одного такого человека. Это Леня Волков, активный сподвижник, скажем, Алексея Навального фонда борьбы с коррупцией. Сейчас он организовал организацию, которая занимается защитой интернета в России. И вот он как раз один из тех, ну, скажем так, не супермногочисленных людей в России, кто на эти перемены реально работает. И тебе, Леня, я и хотел бы первому предоставить слово. Спасибо. Введение было длинное, я потерял мысль, на какой вопрос надо отвечать. Если говорить о том, там, хочет ли Россия перемен, ну, ответ простой – да. Это совершенно очевидно. И та классификация по разным группам, которые привели, устарела лет на 10, если не больше. Перемен хотят очень разные группы по очень разным мотивациям. И таких можно найти и среди чиновников, и бенефициаров режима по все большей степени. Например, потому что сейчас режим очень сильно начал бороться сам с собой и есть сам себя. И огромное количество людей понимают, что, грубо говоря, 500 миллионов долларов в России – это хуже, чем 100 миллионов, но не в России. И, кстати, если вот сейчас отскочить и конвертироваться, и как-то вот убежать и легализовать, будет спокойнее и лучше. А то, что сейчас вот эта вся турбулентность, когда они друг друга сажают, это никому не нравится. И простые люди, и вот этот дискурс о том, что там, мы, наверное, хотим перемен, но после Путина будет хуже. Он давно ушел, я давно уже такого не слышал. И вот эта вот история про людей, которые верят телевизору – это тоже уже, конечно, совершенно неактуальная история. Ну, там осталась, конечно, какая-то реально маргинальная группа таких тру-последователей. Но она действительно маргинальная и очень маленькая, и над ней все смеются. Были прекрасные левадовские цифры по доверию телевизору, которые показывают, что если аудитория телевизионная падает в соответствии с демографическими показателями, то есть там на несколько процентных пунктов в год, ну, по мере того, как сменяются поколенческие когорты, то те люди, которые верят телевизору, доля тех, которые верят, то есть они продолжают смотреть по инерции, она снижается там существенно опережающими темпами, люди, в общем, все это воспринимают спокойно. А в этом плане все хорошо, вопрос в другом, да, что это не выливается там пока в какое-то конкретное действие, накопившееся в обществе желание перемен, да, безусловно, не выливаются сейчас какие-то там непосредственные действия по их реализации, еще долго не вылится, возможно, а возможно нет, мы не знаем и предсказывать это никто не умеет, но оно прорывается в других всяких очень интересных формах. Ну, конечно, то, что сейчас все обсуждают, на что сейчас все смотрят, и Екатеринбург, и Архангельская область, две очень показательные истории. Очень кратко попробую объяснить, чем эти обе истории с большими предысториями. Это оба не первая редакция, а третья или четвертая редакция соответствующих протестов. Что такое протест в Архангельской области против московского мусора? Это первая редакция была протеста против свалок Волоколамск-Коломна в Подмосковье, потом они решили, окей, нам не дадут все это свалить в Волоколамске, мы это вывезем подальше, и была серия митингов в Ярославле, когда они договорились с Ярославской областью, что будут возить туда, и там не дали, блокировали полигоны, ну, в общем, не дали. И третья редакция, это типа уже этот самый Шиес. Точно так же история в Екатеринбурге. Первая редакция была в 2010 году, когда они хотели это построить на площади труда, мы не дали. Вторая редакция была в 2016 году, когда хотели построить на Фруду, мы не дали. Третья редакция сейчас. Что характерно? Они каждый раз отступают, и каждый раз вариант, который они предлагают, в общем-то, все лучше, а противостояние все больше. Ну, то есть, если вы смотрели на карту России, то до этого Шиеса, от Архангельска дальше, чем до Москвы, это на самом деле, in the middle of nowhere, там до ближайшего жилья больше двух часов на машине, и на самом деле, так, между нами, если туда свалить очень много, не знаю, там, радиоактивного плутония, это еще 10 лет никто не заметит. Ну, то есть, это на самом деле самое глухое место в европейской части России. Я не то, что призываю туда сваливать мусор, но нельзя говорить, что власть там не пошла навстречу. На самом деле, это там самое... да, мусор надо перерабатывать. Но если они не хотят перерабатывать, а хотят его сваливать, то это, как бы, самое лучшее место, когда можно сваливать. История с храмом в Екатеринбурге такая же. То есть, первая площадка была ужасная, второй вариант был получше, третий существенно лучше. И когда в 16-м году они отказались от строительства этого храма на пруду и сказали, мы будем строить сквери у Драмы, городское сообщество на тот момент выдохнуло и сказало, ой, ну ладно, но слава богу, это гораздо лучше, чем ведущий. А вот в 2019-м этого уже не хватает. Потому что просто накопленного протестного потенциала, накопленного протестного настроения так много, что все, что угодно, становится поводом. И как третья редакция мусорного протеста, так и третья редакция храмового протеста оказалась существенно более ожесточенной, яркой и заметной, чем две предыдущие, потому что, как бы, время прошло. И вот это, ну, по-моему, важнейший индикатор настоящих общественных настроений по отношению к переменам. Все, что делает власть плохо, всему люди готовы протестовать, дай только повод, даже такой, который еще три года назад, как легитимный повод, не воспринимался бы. На этой оптимистической ночи. Слово берет Маша Гессен. Ну, мне немножко сложнее говорить о повседневных ощущениях, потому что я уже некоторое время не живу в России, хотя я много пишу о России и довольно часто приезжаю. Но мне кажется, что то, о чем я думаю очень много, это отношение, и надо сказать, не только когда я пишу о российской политике, но и когда я пишу об американской политике. Это ощущение прошлого, ощущение будущего. И как люди себя воспринимают во времени. И мне кажется, что это имеет непосредственное отношение к вопросу, который задал Артемий. А именно вот это то, что так деструктивно для политики, это страх перед будущим. И страх перед будущим в России чрезвычайно велик. Он велик по ряду совершенно очевидных причин. Одна из них – это то, что уже почти 20 лет этот страх постоянно нагнетается. То есть вообще такое настроение путинизма – это ощущение того, что мы все время на грани катастрофы. Единственный человек, который может спасти нас от этой катастрофы – это великий Путин. И поэтому для того, чтобы предупредить катастрофу, нам нужно все время держаться за то, что обещает нам стабильность. А этой стабильности никогда нет, потому что стремление к стабильности зависит от нагнетания нестабильности. И это создает вот это вот ощущение чудовищного страха перед будущим. Второй аспект этого имеет непосредственно отношение к первому – это просто повседневный стресс жизни в России. Это бедность, это ощущение того, что в жизни делать все тяжело. Это ощущение, с которым живет большая часть населения. Есть небольшое количество счастливчиков, которые живут совершенно иначе. Но большая часть населения живет тяжело. Все сложно. Когда все сложно, нет возможности думать о будущем. Это то, на самом деле, за счет чего повседневно поддерживается тоталитарное общество, если не тоталитарный режим. Это ощущение того, что я все время нахожусь в стрессе, поэтому все, о чем я могу думать, это то, что я делаю сейчас. То, что я буду делать завтра, это уже тяжело. А то, что я буду делать через 10 лет, и то, как может выглядеть будущее через 10 лет, об этом думать невозможно. А если об этом думать невозможно, то об этом думать очень страшно. И это то, почему создается вот это ощущение, что никто не хочет перемен. На самом деле, это не желание перемен или нежелание перемен, а это чудовищный страх перед будущим. И мне кажется, что если думать об этом таким образом, то понятно, в чем состоит задача и в чем состоит решение. Решение состоит в том, чтобы создавать какое-то видение будущего. То есть в тот момент, когда эта система наконец-то рухнет, а ну рухнет она неизбежно просто потому, что ничто не вечно, вот когда она рухнет, будет ли существовать в воображаемом общественном поле какое-то видение будущего? Теперь Катя Шульман примет эстафету. Я хочу сказать, что Екатерина Шульман, она не только публицист, а также доцент в Академии с непроизносимым названием, она еще и член СПЧ, Совета по правам человека, президента России. Некоторые аббревиатуры произносятся легче, чем другие. Так, и что в связи с этим? А вот вам надо высказаться на предлагаемую тему. Спасибо. Я здесь, как в известном анекдоте, как женщина лежу, а не как градусник. То есть я тут наоборот скорее как градусник, чем как член СПЧ, потому что обсуждаемая проблематика мне интересна с политологической точки зрения, конечно же. И тут я хочу сказать, что мы с вами оперируем чрезвычайно обобщенными терминами, такими широкими категориями обобщений, в рамках которых вообще трудно разместить какой-то рациональный анализ. Когда мы говорим перемены, когда мы говорим общество, да еще лучше русский народ, который что-то хочет или что-то не хочет, то вообще не очень понятно, что мы с вами имеем в виду. Смотрите, какую картину мы можем вычленить из разнообразных социологических данных, которыми мы оперируем. Я сейчас не буду вдаваться в долгую грустную песню о том, как сложно у нас с социологическими данными, с социологическими опросами, и с фокус-группами, и с респондентами сложно, и с опрашивающими сложно. Никто из них не оперирует в свободном пространстве. Но тем не менее, чего плакаться, что имеем, то мы имеем. Если мы посмотрим ту картину, которая последние три года нам показывается, то мы, в общем, увидим довольно очевидные тренды, о чем, собственно, сказал Леонид. Есть некоторые вещи, которые невозможно не замечать. Значит, у нас с вами вот это вот то, что называют, скажем так, лояльные комментаторы распадом или там некоторой эрозией крымского консенсуса, если вообще был крымский консенсус, что есть отдельный вопрос, он начался почти сразу после 2014 года. Мы, на самом деле, можем довольно точно показать пальцем на точку максимального общественного единения и эйфории, вот такого радостного настроения, веры в будущее, ощущения, что мы тут что-то смогли и вообще такое совершили. Это были майские праздники 2014 года. После этого уже к осени, к концу 2014 года, когда началось падение национальной валюты, были введены продуктовые антисанкции и, в общем, пошли ощутимые экономические последствия, началось вот это вот ощущение тревожности, условной общественной депрессии и некоторого уныния. Ну, кто к чему был больше склонен, кто к панике, кто к унынию, каждый реагирует по-разному. А потом ощущения настроения и уныния стали главенствующими. Дальше произошло то, что называется адаптации к жизни в условиях кризиса, адаптивной стратегии. То есть паника вот эта была относительно недолгая, потом люди стали приспосабливаться. Некоторое время они приспосабливались и в этом таком унылом состоянии и функционировали и как граждане, и как избиратели. Это ровно тот период, когда базовой, скажем так, гражданской стратегией была стратегия гражданского абсентеизма, неучастия. Неучастие в выборах, неучастие в каких-то особенных протестных акциях. Это продолжалось приблизительно до 1917 года. В 1917 году стали происходить уже другие вещи. Сейчас опять же не будем показывать пальцем ни на кого из присутствующих в этом зале, говоря, что он на это повлиял. Но тем не менее весной 1917 года появились первые активные массовые протестные акции, в которых участвовали в том числе молодые люди. Это не был преимущественно молодежный протест, это популярное заблуждение. Но это был протест с участием тех молодых людей, которые раньше не участвовали. Приблизительно в 1917 году случилось то, что вот эта вот самая пропутинская демографическая страта, люди, родившиеся при нем или незадолго до него, стала разворачиваться в какую-то другую сторону. И к середине примерно 1917 года мы зафиксировали то, что называется нормализацией протеста в общественном сознании. Что это такое? Это момент, когда больше половины опрашиваемых стали говорить, что протестные действия сами по себе как таковые нормальны, и наказывать за них не надо, государство не должно за это преследовать. Эта мысль кажется очевидной, особенно если здесь сидеть. Но на самом деле она совершенно не очевидна, если мы вспомним, что одним из самых эффективных пропагандистских инструментов было пугание людей революцией, Майданом, какими-то вот ужасными распадами России. И если только они высунут нос на улицу, то там сразу после этого начнется сожжение покрышек и вот Майдан. Это было очень эффективно. По той причине, о которой сказала Маша, действительно страх перед изменениями, страх перед катастрофой, которая всегда где-то близко, непонятно, каковы ее причины, непонятно, с чего она вдруг близко, но она все время где-то рядом. Это очень могучий инструмент. Он играет на таких архаичных струнах нашей психики. Наш мозг построен так, что мы выделяем угрозу, как первоочередной объект внимания. Если есть что-то, что угрожает, мы будем смотреть на это, а не на что другое. Поэтому на этом легко играть. Но это перестало работать. За 50% перевалило суммарное число тех, кто говорит, что в принципе протестовать нормально. Это не значит, что я респондент готов, это не значит, что я это одобряю, это не протестная готовность, даже уж тем более не протестная активность, но это именно нормализация. Это был важный момент, никто его не заметил. Кроме тех, чья работа, замечать такие вещи. Дальше пошел 2018 год. Главным событием, переломившим общественное мнение в 2018 году, считается пенсионная реформа. Точнее говоря, это не реформа, а поднятие пенсионного возраста. На самом деле нет. На самом деле, если мы посмотрим на наши кривые, на наши графички социологические, то мы увидим следующее. Снижение, скажем так, одобрения действующей власти стало происходить сразу после президентских выборов. Тут несколько вещей сошлось. Во-первых, есть обычная вещь, которая называется поствыборное похмелье. У выигравшего кандидата всегда снижается рейтинг после выборов. Это во всех странах так работает. Но это небольшая часть того, что стало происходить в России. Судя по всему, и мы это поняли только задним числом, были ожидания, связанные с президентскими выборами. Тут та ситуация, когда плохо быть слишком экспертом, потому что это трудно понять из экспертной позиции, что можно было ожидать, каких изменений могли ждать люди, выбирая четвертый раз одного и того же человека. Но нет. Ожидания были. Парадоксальным образом, они подпитывались эффективностью пропаганды, которая говорила, что мы всех победили практически совсем, мы достигли выдающихся успехов на внешнеполитической арене. В течение 2016 года я помню момент, когда каждый, победивший на любых выборах в мире, кандидат либо партия назывались пророссийскими. То есть вот все были пророссийскими. Американский президент был просто лучшим другом Российской Федерации, потом это страшно обернулось против нас, но ладно, это не моя сфера компетенции. Но тогда это был просто триумф и радость. Все партии, которые выигрывали в Европе или хотя бы набирали какое-то осязаемое число голосов, были пророссийскими. Премьер-министры тоже в основном были пророссийскими. В общем, все прекрасно совершенно происходило. Люди это все каким-то образом потребляли. И было, видимо, такое восприятие. Опять же, это уже реконструкция постфактум. Что вот мы тут всех победили, мы как-то очень успешно выглядим, вернули себе былое величие, поднялись с колен во весь свой полный рост. И теперь, после мартовских выборов, власть вернется, так сказать, домой триумфально, и тут-то и наведет всякую красоту. Мы же такие сильные, богатые, победительные. Санкции нас не сломили, экономика наша как-то там работает, импортозамещение импортозамещается. Ну вот зачем же дело стало? Произошли выборы. Дальше было несколько, на самом деле, точек, на которых падал вот этот уровень одобрения. Первое, как опять же не странно, это объявление состава правительства. Казалось бы, кого вообще волнует в России имя премьер-министра и состав кабинета министров? Но нет. То, что остались те же самые люди, было воспринято исключительно плохо. Необычно плохо. Необычно было и внимание к этому, необычно было и отношение к этому. Ну а потом случилось, собственно говоря, повышение пенсионного возраста. Это было воспринято как вот мега-несправедливый шаг. Как говорят люди на фокус-группах, решают свои проблемы, они, власть, решают свои проблемы за счет самых бедных, за счет самых несчастных, уязвимых, за счет стариков. То есть это было такое концентрированное восприятие общественного мнения и несправедливости. Летом произошло великое падение рейтингов всего. Опять же, прошу прощения за социологически малограмотные формулировки, но мне важно обрисовать некую общую картину. Вот рухнуло все, что только могло рухнуть. Одобрение, значит, электоральный рейтинг, значит, у нас же есть три президентских рейтинга, да? Это рейтинг одобрения, рейтинг поддержки и рейтинг электоральный. Проголосовали ли бы вы за этого кандидата, если бы выборы были в ближайшее воскресенье, значит, одобряете ли вы его деятельность на посту президента и доверяете ли вы ему? Так вот, рейтинг доверия упал, пожалуй, сильнее всего. Рейтинг одобрения упал меньше всего, это тоже кажется парадоксальной картиной. Одобряю, но не доверяю, да? Но, понимаете, рейтинг одобрения, он как бы обозначает, видимо, в глазах респондентов признание реальности. Ну, признаете ли вы, что вот у нас такой президент, да, признаю, что делать. Это вот был, так сказать, великий социологический разворот середины 1918 года, который уже нельзя было не заметить. Его все заметили, в том числе лица, принимающие решения, поняли, как всегда, на свой манер, что людям не понравилась пенсионная реформа, поэтому надо отвлечь их и занять их чем-то другим. Поэтому было послание президента федеральному собранию, в котором, значит, было много всего обещано. Это, кстати, никакого влияния на социологически осязаемую картину не оказало, как-то вот не съели это, люди не употребили. И дальше мы можем видеть только, так сказать, замедление снижения. Но никакого разворота, никакого обратного тренда не происходит. И осенью 1918 года у нас начались так называемые неожиданные, так называемые внезапные результаты региональных выборов, в которых не было совершенно ничего неожиданного, если бы кто-то вообще умел бы читать какие-нибудь данные. Но нет. Соответственно, в 1919 году мы видим ту же самую приблизительно картину. Что касается желания перемен, то тут тоже в 1918 году мы видели эту очень красивую картину такого креста на графике пересечения двух кривых тех, кто считает, что важнее стабильность, и тех, кто считает, что нужны перемены. Это данный институт социологии РАН, и они, в общем, конечно, впечатляют, потому что, понимаете, вот эта партия стабильности, те, кто считали, что стабильность важнее, она составляла до 70% в, так сказать, стабильные годы. И это была превалирующая в общественном мнении условная партия. Партия тех, кто считал, что нужны перемены, была достаточно малочисленной. И вот эти две кривые шли друг другу навстречу, в 1918 году они встретились и продолжают расходиться. Причем, если мы посмотрим разбивку более подробную, то мы увидим, что, скажем так, среди, если брать общность тех, кто считает, что нужны перемены, если их спросить, нужны ли перемены решительные или небольшие, то партия тех, кто считает, что нужны решительные перемены, растет за счет числа тех, кто считает, что достаточно перемен незначительных, небольших. То есть это желание не только усиливается, оно еще, можно сказать, радикализируется. Что респонденты понимают под переменами, это, конечно, вопрос. Это точно такой же вопрос, как то, что они понимают под словом справедливость, еще одним самым часто слышимым термином во всех опросах, во всех фокус-группах, во всех глубинных интервью, которые проводятся. Люди говорят, какая претензия к власти? Власть несправедливая. Что это значит? Пойди пойми, справедливость, она как красота в глазу смотрящего. Но важно, что до этого, долгие-долгие годы, основная претензия к власти была в том, что она не наводит порядок. Власть в людском слабая, не наводит порядок, надо больше порядка. Сейчас власть несправедливая, не слушает людей, не уважает. И, в общем, вот нету справедливости. При всей невнятности одного запроса и другого запроса, при всей их взаимосвязанности, можно сказать, что справедливость должна, чтобы быть справедливым, надо быть сильным и наоборот. Но понятно, что тут есть некоторое качественное изменение. Спасибо, Катя. Сеемалевка, это уже состояние медитативное. Ну, хорошо. Прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, я хотел бы, во-первых, вспомнить одну, кстати, очень современную, я ее буквально где-то несколько дней назад впервые вычитал в твиттерах, слегка филологическую шутку. Путин предлагает россиянам уверенность в завтрашнем дне. Вопрос, а нафига нам нужно завтрашнее дно? И я хотел бы совершенно незапланированным образом предоставить слово еще одному человеку, который тут присутствует. Это Алексей Левинсон из Левада-центра. Все тут говорили о социологических данных. При этом таким вот строгим профессионалом в области социологии никто из нас не является. Вот Алексей, это один из главных социологов в Российской Федерации. И, может быть, вы как-то прокомментируете все то, о чем сейчас было сказано, имея в виду настроение российского населения по части возможных или невозможных перемен. Пожалуйста, Алексей, было бы здорово, если бы микрофон вы кто-нибудь Алексею выдал. Микрофон не работает. Не работает, да. Говорю, что пришел слушать, а не говорить. И в этом смысле сейчас придется как-то импровизировать, что очень нехорошо. Это хорошо, наоборот. Да, но я могу сказать так. Я не хочу ни с кем персонально полемизировать. Я бы сказал, как мне видится то, что названо темой перемен. Я думаю, что российское общество способно находиться, ну если вообще о нем в целом есть право и смысл говорить, оно способно находиться вот в двух состояниях. Одно состояние невнятного желания, чтобы ничего не менялось, чтобы все поменялось и так далее. То есть можно отыскать любые данные опросов и всякие другие данные, которыми мы располагаем, они позволяют доказать и то, и другое. И консерватизм, и стремление, значит, что-то там. Но никакой, вот что совершенно определенно, вот в этот момент, в таких состояниях, никакой идеи перемены ради чего, в какую сторону, чтобы было что, вот этого нет. Нет. Это одно состояние. Состояние другое, когда цель какая-то есть. По поводу нее могут идти споры, к ней надо идти или нет. Ну, например, коммунизм. Или, например, демократия. Вот ее, там, надо хотеть, не надо хотеть. Она убийственна для России или она желанная цель там. Ну, про коммунизм это дело слишком давнее. Вот мне кажется, что самое главное, что сейчас характеризует ситуацию не только в массовом сознании, но в сознании и тех групп или тех элементов общества, которые должны были бы готовить мыслительные продукты для массового потребления, идеи, что же должно быть в России, вот этого нет. Идея демократическая, скомпрометирована. Она скомпрометирована очень мощно. Ну, по крайней мере, значит, скомпрометированы или считаются невозможными все пути, которые ведут к этой цели. Потому что в путь такой простой парламентский смешно верить при данных, так сказать, формах парламентаризма, которые мы имеем. А путь через Майдан, значит, специально окрасили кровью, и поэтому он тоже невозможен. А какой еще есть, я не знаю, чтобы кто-то предложил. Ну, кроме там идеи, что вот если у нас будут справедливые суды, то тогда все потом само получится. Вот, но как сделать суды справедливыми, опять же, я тоже не знаю, кто имеет такой рецепт. Короче говоря, я считаю, что самой главной драмой современного состояния общественного сознания, включая сознание элит, тех элит, которые были бы за перемены, это отсутствие проекта будущего. В этом смысле я, Маша, отчасти совпадаю с тем, что вы говорили, только, ну, там, почему этого будущего нет, это у меня свои там другие об этом соображения. Вот. Я назвал бы такое состояние удручающим. Оно удручает, думаю, не только одного меня. Вот. Я думаю, что острейшая нужда России в философах, дальше от них бы должны были принимать эстафету там, ну, люди вот моего цеха и так далее, но философы так вот просто по вызову не получаются. Видимо, Россия пойдет в очередной раз с такой длинной дорогой, которой мы шли в какие-то там 60-е, 70-е годы, когда дело начинается с театра, поэзии, скульптуры, ну, в общем, чего-то, что совершенно еще не обещает. Но один раз мы прошли этой дорогой, можем ли мы пройти ей в другой раз и прийти тоже к каким-то внятным результатам, я не знаю. Вот. Ну, последнее. Я хочу сказать, что вот все то, что мной сказано, совершенно не означает, что усилия тех, кто что-то делает конкретно, что-то делает ради перемен, они незаметны. Нет, они заметны и вызывают и мое, и очень многих большое уважение. И в этом смысле у меня есть кому свидетельствовать здесь уважение. Вот. Но я жду тех, кто скажет, вот. То есть, короче говоря, нет утопии. Вот утопии нет. Спасибо. Спасибо, Алексей. Рвусь. Не надо рваться. Не надо рваться. У нас есть регламент. Потом можно будет все сказать. Значит, я хотел бы сказать, что вот эта вот речь Алексея Левенцова, она как раз подводит нас очень хорошо ко второй части. Вторая часть, она касается того, какова роль гражданского общества России вот в этих самых возможных переменах. Потому что, скажем, мы отлично помним, что было, скажем, во время перестройки в конец 80-х годов. Но тут все люди молодые, в отличие от меня. Вы-то, может, этого и не помните. Но я помню, что, в общем-то, было довольно мощное гражданское движение. Оно было и в России, оно было, скажем, и в балтийских странах, в эти народный фронт там и так далее. В России огромная манифестация демократических сил. Потом появились какие-то партии. Насколько я могу судить по сегодняшнему положению дел, сейчас гражданское общество в России, а также все его, скажем так, маломальски сформулированные такие официальные институты, как то НГО, как то политические партии и так далее, в общем-то, они утратили всякое значение. Их просто нет. То есть, только что говорили про события в Архангельске, про события в Екатеринбурге. И там, и там стихийное движение. То есть, нет лидеров, нет организаций, есть просто стихийное, такое бурлящее народное недовольство. Называется ли это гражданским обществом или нет? Я не знаю. На мой взгляд, на мой взгляд, да, но, по-видимому, это гражданское общество не того типа, к которому привыкли, когда оно все каким-то образом структурировано, когда оно все институализировано и так далее. Соответственно, мой вопрос к вам, ко всем. Что вы думаете о возможной роли гражданского общества, российского, в сложившейся вот этой абсолютно невнятной, но при этом удручающей и крайне фрустрированной ситуации в России? Леонид, давайте вы. Да, ну, окей. Во-первых, ситуация в России не удручающая, не фрустрирующая. Вообще, вообще ни разу. Ситуация в России совершенно прекрасная и такой хорошей она не была очень много лет и она просто вся пышет оптимизмом выдает надежду на будущее. Это первое. Вот, кстати, надо о деле поговорить, пока момент не ушел. Да, то, да. Сейчас самое интересное время для того, чтобы заниматься политикой, самое большое количество возможностей и, как мы видим, наконец-то гражданское общество на примерах того же Екатеринбурга и Архангельска начало получаться добиваться побед, причем ощутимых. Эти победы создают соответствующее настроение и дают вдохновение другим силам. Но тот же опыт Екатеринбурга, а ведь это впервые за много лет, когда люди выходили там 5 дней подряд и каждый день больше, чем в предыдущий. Теперь к этому опыту будут апеллировать другие протестные группы в других городах. А что, так можно было? Оказывается, можно, и еще и дает результат. Офигенно же. Ну, то есть, все прямо интересно и хорошо. Теперь, значит, я все-таки плевать, плевать я хотел на регламент, и очень хочется поспорить, потому что важные вопросы были заданы Алексеем, и интересная дискуссия. тут может получиться, хотя, в общем, это перекликает система гражданское общество, образ будущего и так далее. Значит, вот по опыту занятия практической политикой в тех реальных условиях, которые в России существуют. Никакого запроса на программу будущего нет, никто никакие программы не читает, и это все совершенно не нужно. Я сейчас попробую объяснить, почему. Значит, например, у нас есть подробнейшая программа судебной реформы. Да, конечно, такой базовый институт, как там, суды, нуждается в реформирование без честного и справедливого суда. Понятно, что нет ни свободы прессы, ни честных выборов, потому что некуда обжаловать результаты политикированных выборов. Ничего больше, в суды все упирается. У нас очень подробно написано детальнейшим образом, с кучей экспертов перед президентскими выборами писали и рассказывали, откуда мы возьмем новых судей, как мы реформируем, как мы уменьшим влияние института председателей судов, которые сейчас полностью манипулируют районными судами. там все до деталей очень подробно, очень качественно, никто не читает, никому это не интересно. И совершенно понятно, почему. Потому что, конечно, сейчас девизом вот этого запроса на перемены является ну просто как бы back to normality. Нам просто надо ну типа там стать нормальной страной, что все понимают по-разному, и это совершенно хорошо. Я попробую это пояснить на одном очень простом примере. Все знают вот этот такой стандартный политический компас, четыре квадранта там либеральный государственный левый правый в плане там где ты на политической карте в плане твоего отношения гражданским свободам к экономическим свободам. Ты там правый консерватор, левый либерал или вот и очень часто это очень бесит на всяких выступлениях, конференциях нас спрашивают вот вы где там движение Навального или там не знаю вы как политическая сила вы где здесь вот в этом как вы себя можете описать как вы себя можете характеризовать где вы здесь на этой шкале почему это бесит потому что мы нигде потому что Россия сейчас не находится на этой шкале и не находится в этой системе координат. потому что на этой шкале нет никого другого относительно кого вы могли бы отпозиционировать экзактно ну если грубо говоря там американские там в Америке сейчас там доля государства в экономике условно 15 процентов республиканцы хотят чтобы было 14 демократов чтобы было 16 а у нас 85 так мы где мы ближе к республиканцам где-то что-то 70 70 70 70 70 70 70 ok вопрос мы ближе к республиканцам или к демократам если там так сказать вот спор про вот этот зазор а мы вот здесь мы говорим мы хотим видеть Россию европейской страной европейский синоним нормальный с работающими нас спрашивают так что такое европейская страна они же такие разные вот есть там Венгрия есть Греция есть Португалия есть Дания и там это неправильный вопрос потому что когда мы говорим мы хотим быть европейской страной значит мы хотим вернуться куда-то в эту систему координат и там уже ну там создать институты которые позволят гражданам разобраться хотят они там полевее или поправее сюда или сюда но с нашей оптики с того места где мы сейчас находимся вот есть этот вот листочек с двумя осями опциз-соординат и четырьмя квадрантами вот он здесь а мы где-то здесь и с нашей оптики он совершенно справедливо представляет собой точку и является точкой вот когда мы сюда приблизимся подлетим он станет для нас уже разворачиваться в какую-то плоскость и может быть вести разумную дискуссию о том а куда же именно на этой плоскости мы хотим приземлиться полевее поправее полиберальнее или поконсервативнее сейчас для этой дискуссии нет места и она не нужна мне все-таки кажется что дело не в том что она не нужна а дело как раз в том что для нее нет места в стране отсутствует общественное поле в стране отсутствует общественный разговор проект будущего это не не проект судебной реформы проект будущего это я про судим просто Алексей перевел в качестве примера судебной реформы спасибо я не справлюсь я думаю это это не спасет от Константина так он может и на английском языке ничуть не хуже проект будущего это результат какого-то разговора о том в каком обществе мы хотим жить это тот самый разговор который отсутствует это это обещание которое может дать политический лидер довольно туманное но вот что я вам обещаю что через 10-20 лет вы проснетесь в стране в которой вы будете ощущать себя следующим образом которая будет выглядеть вот так-то в которой будут происходить такие-то вещи этого разговора нет и быть не может не потому что он не нужен он нужен как воздух а потому что его быть не может потому что так устроено российское общество в котором нет ни медиа ни какого-то бы то ни было доступа к политическим институтам да ни к собственно институтам которые можно назвать политическими в отсутствии в отсутствии этого разговора на мой взгляд нет нет и политического протеста есть огромная разница между протестом в котором в котором каждый участвует как отдельный человек который да вот значит и я я с огромным уважением отношусь к людям которые продолжают призывать протестам которые продолжают выходить на протесты но когда кто-то призывает людей выйти на протесты когда они выходят на площадь каждый по отдельности и потом идут домой это не то же самое что создание какого-то политического движения политика это когда люди действуют вместе когда разные люди не когда вы действуете сообща не со своими близкими друзьями с которыми вы еще и выпиваете и еще и работаете вместе да а с совершенно другими людьми вы участвуете в разговоре будь то на площади или в газете о том в каком обществе вы хотите жить вот эта политика которая не существует ее не существует по объективным причинам не потому что она не нужна а потому что ей не дают существовать и мне кажется в такой ситуации немножко нечестно несправедливо задавать вопрос о роли гражданского общества и о том почему же оно такое такое никому не нужное оно никому не нужное да оно ежедневно борется за существование при тяжелейших условиях да оно в состоянии оно под чудовищным прессом и в состоянии постоянной войны это ровно то то состояние в котором оно власти нужно потому что это опять же то состояние в котором оно не может артикулировать никакого проекта будущего потому что ну хорошо будет если доживем до завтра коллеги меня немножко тут удивляет вот этот вот терминологический нигилизм у нас чего не хватишься ничего нет гражданского общества нет политических институтов нет одновременно нет к ним доступа значит нет образа будущего и нет пространства в котором эта дискуссия могла бы происходить дискуссии тоже нет за отсутствием дискунтантов а также места где они могли бы находиться значит с каждой следующей репликой мы с вами проваливаемся в какой-то хаос до первого дня творения и там вот значит плаваем понимаете с одной стороны это я не хочу никого обидеть но это очень легкий полемический прием когда вы говорите ну что это у вас за общество фу какое общество нету его ну что на это возразишь понимаете из того что каждый человек не похож на идеального человека Витруя не следует что он не человек или что его не существует если нечто не соответствует идеалу или не похоже на соседа это может делать его таким-сяким там не знаю слабым низкоэффективным находящимся в тяжелых условиях каким угодно но это не делает его несуществующим иначе мы с вами такими темпами вообще нам не останется о чем говорить значит гражданское общество в смысле объединения граждан преследующих свои интересы существует активно и растет последние 10 лет значит начиная с приблизительно 10-го года это у нас обычно считается такой каталистической точкой когда количество вот этой вот активности перешло в качество под влиянием там всяких стихийных бедствий в которых все приняли участие под влиянием некоторого роста уровня жизни когда там нижние этажи пирамиды маслоу были пройдены и люди стали хотеть чего-то другого после этого начался качественно иной рост увеличилось количество организаций они стали общаться между собой они стали участвовать в реальных делах в основном местных значит если мы посмотрим на реакцию власти то мы увидим что она абсолютно не находится в иллюзии что гражданское общество у нас слабое и несуществующее она борется с ним как с серьезным оппонентом ровно после 14-го года когда на самом деле первое ужесточение как и после 14-го после 11-го 12-го годов начались законодательные изменения появилось законодательство об иностранных агентах появились новые более высокие штрафы в кодексе об административных правонарушениях появилось ужесточение законодательства о митингах власть не думала что ей не с кем так сказать вести диалог теми средствами которыми она умеет вести диалог и поверьте тут они правы чутье их совершенно не подвело это действительно серьезная опасность они справляются с ней как могут и не особо могут по опыту уже прошедших нескольких лет действия в условиях этого самого законодательства об иностранных агентах мы видим что никуда гражданские объединения не делись и как только начинает что-то происходить мы видим что они в этом участвуют значит тут есть некоторые два я бы сказала фланга этой самой гражданской активности с одной стороны есть организации которых на так сказать на лоялистском языке их называют социально ответственными НКО теми кто занимается разными социальными вопросами на втором же шаге их деятельности как только они становятся чуть более успешны их деятельность переходит в политическую потому что это неизбежно те кто занимаются людьми с аутизмом психоневрологическими интернатами обезболиванием палеотивной помощью очень быстро они начинают участвовать в политическом процессе то есть в изменении правил игры в законодательном процессе в законотворчестве в том чтобы менять государственную политику и в общем действительно меняют ее не без успеха когда происходят протестные акции которые тоже происходят довольно часто и которые чаще успешны чем нам об этом рассказывают вот сейчас кстати действительно с этой екатеринбургской истории тоже какая-то очередная точка катализации происходит потому что был длинный список остановленных строек не вырубленных заборов спасенных всяких там природных зон он длинный он известен тем кто отслеживает эту тематику но вот сейчас действительно тоже опять еще раз бедного гегеля процитируем количество в качество каким-то образом перешло екатеринбургская история очень громкая она стала федеральной и она стала международной я вижу какое внимание прессы к ней и это действительно вот этот бесценный опыт успеха вот что к чему люди тянутся действительно как глотку воздуха не просто там на митинг выйти а добиться какого-то результата даже тень успеха воодушевляет людей невероятно как ну это в общем такая азбука менеджмента да если не можете коллектив привести к результату то хоть сымитируйте его после этого вы придете к результату людям это нужно считается что люди не участвуют в там протестной деятельности потому что боятся это да это сильный мотиватор репрессии очень серьезные административный прессинг и полицейский прессинг он большой но это не главное мне даже кажется главное то что люди не хотят быть лузерами не хотят пострадать еще и за проигрышное дело если выясняется что оно не проигрышное это абсолютно все меняет это как с выборами когда люди не ходили на выборы долгие годы потому что бесполезно какой толк как только вдруг выяснилось что есть шанс свалить начальника довести дело до второго тура а там как пойдет тут глаза избирателей загорают с нехорошим светом и он начинает думать ага это не такая безнадежная история пойду-ка я действительно поучаствую это абсолютно другой тип электоральной активности соответственно при этом когда происходят эти самые протестные эпизоды мы действительно видим что они не организованы мы не видим там структур кроме штабов Навального их мы видим это хорошо мы не видим там политических партий действительно вот чего нет вот в чем я соглашусь чего нет того нет как в известном анекдоте про танк в сарае этого нету это нужно оно появится никуда не денется но сейчас партийные структуры тоже выглядят по-разному особенно на местах например то чего вы снаружи никогда в жизни не увидите то что региональное отделение КПРФ например довольно часто являются точками реальной политической активности молодые люди которые хотят куда-то избраться ну едут на том троллейбусе который едет если на маршруте 4 троллейбуса то соответственно один из них только для начальства и вообще никакой не троллейбус то ты залезаешь на тот на который можешь залезть поэтому там довольно много людей которые вполне реальной политикой занимаются КПР это чуть меньше относится там в основном какая-то мелкая неорганизованная преступность скучкуется но опять же по-разному все по-разному большая страна Россия регионы отличаются друг от друга так вот но действительно когда начинается выход людей куда-то мы не видим там никаких организованных структур мы не видим ни лаэлистских структур типа какой-то там общественной палаты которая казалось бы должна какую-то площадку для переговоров организовывать ничего она не организовывает ничего не предоставляет никогда их там нету партии мы не видим потому что они боятся НКО ориентированные на свои цели побаиваются в этом участвовать хотя например экологические природоохранные организации участвуют то есть что из этого всего следует осторожнее с нигилизмом с тем чтобы объявлять чего-то несуществующим картина на самом деле сложнее особенно сейчас не надо этого делать потому что сейчас действительно как сказал Леонид период хороший а дальше ему будет еще интереснее поэтому очень легко проглядеть будущих акторов пренебрегая ими потому что они не похожи на европейские политические партии они странно могут выглядеть и дальше вылезут на белый свет те которые будут выглядеть еще страннее но разглядывать их надо потому что они будут принимать участие в происходящем у меня не длинная реплика а две коротких ремарки если можно первая ремарка да про то есть вот эта вся история про то что там нет политических движений партии и так далее это спор конечно же Зенона ну там с кем-нибудь который просто берет и идет из точка в точка в точке можно сколько угодно другой смолчал и стал перед ним ходить и стал перед ним ходить на митинг но политические движения есть оно объединяет сейчас ну то есть там у нас мы типа там контактируем ежедневно через наши инструменты наверное с четырьмя миллионами человек которые таки осознают себя частью вполне себя политических движений а то что формально оно как партия не зарегистрировано так его это волнует я говорю не о формальности я говорю о том что язык это вообще важная штука и когда мы называем каким-то словом то чем этим словом не является то чего не хватает очень важных составляющих для того чтобы быть этим словом мы лишаем себя возможности в будущем использовать политический язык это очень важно поэтому это беда я не говорю что Россия такая плохая что в ней вот это и то разрушили а я призываю к тому чтобы быть очень осторожным с языком он нам очень понадобится и давайте не называть политическим движением то что политическим движением не является для этого нужно найти какие-то другие слова потому что тогда становится понятно чего не хватает и как из него сделать политическое движение это не критика это призыв потому что быть очень осторожным я считаю что у нас есть политическое движение ну то есть тут мы для цегрита дезагрит а второе замечание Екатерина вот какое очень правильно про фигу в кармане и возможность отомстить начальству но как раз таки вы сказали типа они увидели что возможно второй тур нет не увидели когда случайно в четырех регионах обломился второй тур совершенно случайно вот тут они увидели что можно прийти был бы обломился бы он не в четырех а в десяти они бы в десяти переграли в том то и дело что да они привыкли сидеть ни на какие выборы не ходить читать что-то к ним не относится вдруг из-за каких-то ошибок местных операторов второй тур случился и тут они уже идут и переголосуют то есть там пожалуй да Воробьева подмосковного точно так же бы переголосовали если бы он не догадался там накидать в Балашихе там и в Реутове значит и там набрать 52 процента 49.9 второй тур он бы проигрывал потому что как только люди видят что есть возможность что оказывается есть смысл там пойти поучаствовать тут значит сразу становится это вот опять же ваш лозунг к текущему моменту а что так можно было это вообще будет написано на всех наших знаменах так можно было вернемся к регламенту зачем же зачем же у нас так весело значит у нас у нас есть еще один пункт значит я полностью согласен и с Леней и с Катей в том что время сейчас в России интересное нация что только что у нас была какая-то там унылая фрустрация что у нас было унылая фрустрация я процитировал уважаемого Алексея Левинсона значит я помню что не далее как в позапрошлом году в семнадцатом году в июне вот впервые за много лет я подумал вот хотел бы я быть там обычно мне там в смысле в Российской Федерации быть совершенно не хочется а вот тут я посмотрел на всех тех веселых ребят да с суточками с кроссовочками подумал вау почему мне не семнадцать лет и почему я не там вот это было бы для меня самое самое место лучшая вечеринка в моей жизни значит тем не менее тем не менее очень многие люди из России как известно уезжают понять их нетрудно и растет российская русскоязычная диаспора за пределами России и последний пункт нашей программы состоит вот в чем значит вот это это самая русская российская русскоязычная даже не знаю как назвать диаспора до какой степени она до какой степени ее гражданская составляющая неравнодушная составляющая может влиять на события в России насколько мне известно на этот счет существует диаметрально противоположное мнение скажем думаю что Леня будет представлять то мнение что в общем-то никакого влияния мы люди оказавшиеся в благополучной Европе Америке и так далее в общем-то на Россию не оказываем в общем-то для этого есть достаточно серьезный аргумент в то же время есть и другие люди в основном проживающие за границей которые считают что нет что мы можем помочь тому чтобы вот эти самые перемены в России тем или иным образом совершились и я хотел бы опять же чтобы вы высказались на эту тему я скажем считаю что мы ну то есть в общем-то объективно говоря хотя и не субъективно я сам могу считаться представителем диаспоры представителем российской общественности хотя являюсь гражданином РФ вот я считаю я считаю что можем мы кое-чему поспособствовать и в общем-то кое-какие реальные полезные вещи делаются то есть это скажем и в медийном плане в плане какого-то конкретного политического лоббизма ну вот то чем занимаются скажем Каспаров Карамурза и так далее есть масса свободных по-настоящему независимых российских медиа которые базируются за границей и так далее может быть может быть это все напрасный труд вот расскажите пожалуйста об этом как обычно начнем с Леонида да во-первых я вот начну немножко издали но быстро проброшу если бы вам было 17 лет то в июне прошлого года вы чувствовали бы себя не очень комфортно позапрошлого позапрошлого да потому что как ну что меня в менты что ли не брали да там основная страда много раз я был и хиппи и панком нет нет я к тому что там основная страда была 24-29 там это так сказать протест школьников это полностью придумана Кремлем конструкция никого протеста школьников не было это был протест молодых профессионалов то есть там были люди которые окончили хороший вуз получили хорошее по российским меркам образования и неожиданно обнаружили что пресловутый стеклянный потолок начинается сразу за этим что дальше им деваться совершенно некуда никаких там карьерных и прочих перспектив нет и не в Москве а особенно в городах потому что там в Барнауле или Ижевске там после хорошего технического вуза ты да можешь пойти работать программистом в какую-то местную контору но ты будешь получать 40 тысяч рублей что по барнаульским меркам наверное предел мечтаний но ты уже видел немножко другую жизнь в инстаграме и понимаешь что 40 тысяч рублей счастьем назвать сложно и эти люди они уезжают да потому что потому что уезжают есть эта волна молодой профессиональной миграции вот люди именно такой возрастной категории той же что выходили на митинги они же и уезжают потому что режим в общем-то вполне разумно крышку кастрюли не закрывает этот клапан для выхода пара держит открытым и мы видим что видимо где-то если верить данным этого иерофеевского исследования большого про новую путинскую миграцию где-то к этим данным можно по-разному относиться но за неимением лучших я возьму за какую-то реперную точку по порядку величин где-то там типа 1-1,5 миллиона таких вот условных молодых профессионалов свалило окей может быть меньше но то что мы не знаем мы толком не знаем мы знаем что их достаточно много и среди них типа 70% наших сторонников и вот это прямо очень сильно обидно потому что если считать что их миллион то есть если бы еще 700 тысяч было бы там два года назад на улице может быть мы сейчас бы действительно жили в другой стране но уехать это так просто у всех у всех есть скоростной интернет и сериалы значит английский а с английским и айти грамотность у тебя уже дальше все становится обычно не очень плохо и в этом смысле нам было интересно с этой аудиторией работать я практиковал такие вещи несколько раз я прямо специально ездил в Сан-Франциско в долину в Лондон делал какие-то ивенты небольшим кругом для предпринимателей широким кругом классические фандрейзеры просто приглашал людей 100-150 человек говорил давайте поговорим как вы можете помочь вы же хотите помочь да мы хотим помочь это все не закончилось ничем люди уезжают интегрируются и живут своей прекрасной жизнью у них не рвутся связи у них остались родители друзья родственники они следят за российской политикой но надо честно сказать что в целом жизнь у них уже другая им важнее там вопросы где у них там в Берлине в Лондоне или в Пал-Альто там хорошая школа и вот это вот это все это вынужденно отвлекает очень много времени и мы довольно быстро поняли я сделал несколько таких встреч наверное общим числом около десятка вот там в 14-15 году и в прошлом году тоже еще раз проехал пока был в Америке встречался ну то есть кроме какого-то призыва типа донейт ФБК-инфо донейт ФБК-инфо другого какого-то разумного призыва я для них сделать не могу и это да ну то есть есть довольно большой круг людей которые там не знаю там 50 или 100 долларов или там евро каждый месяц переводят да пожалуйста мы их с благодарностью принимаем но поскольку все равно отношение ну там к аудитории внутри России не очень велико ну может быть это составляет там может быть 5% нашего краудфандинга или 10% хорошо и спасибо им большое это замечательно но сказать что это делает какую-то погоду на что-то радикально влияет нет поэтому да у меня довольно пессимистичное отношение я считаю что это нормально что люди живут своей жизнью уехали живут своей жизнью молодцы за границей нам не поможет перемена на что я смотрю с некоторым оптимизмом так это на то что на этих людей можно будет ориентироваться как на кадровый резерв для новых судей там и кого-то еще ну когда ситуация радикальным образом переменится и когда для них возникнут стимулы вернуться тут вот есть опыт не знаю балтийских стран вообще многих восточноевропейских можно можно будет потом к этим людям апеллировать и говорить ребята возвращайтесь так сказать делать прекрасную Россию будущего наверное наверное такой разговор может быть сейчас ничего разумного кроме там если вы следите за происходящим Россией то подпишитесь на донейты мы предложить не можем по нашему большому опыту общения с ними и наверное и не должны и наверное это нормально вот примерно так Маша у меня интересный опыт поскольку я второй раз в своей жизни живу в эмиграции и я хочу согласиться с Леней что конечно секрет с успешной эмиграцией в том чтобы жить там где ты живешь и не не планировать вернуться на родину тем не менее я согласна что ну по крайней мере теоретически нужно рассматривать да вот это огромное количество насколько мы можем судить уехавших как потенциальный кадровый резерв но я хочу сказать еще одну вещь вообще благополучная Россия благополучная Европа или благополучная Америка хотя они становятся немножко менее благополучными это хорошее место для того чтобы думать а вот думать в России сейчас очень тяжело и мы в общем есть есть другие примеры в истории России когда часть интеллектуального центра перемещалась в эмиграцию и может быть вот этот недостаток философов и людей с образом будущего о котором говорил Алексей Дельминсон может быть эмиграция это то место где может быть который может каким-то образом ответить на этот запрос не знаю это довольно абстрактная идеальная идея с другой стороны мы видим что например один из основателей очень важного ресурса ВДНФО живет в Берлине и сказал мне что живет там потому что ну там хотя бы он может находиться в каком-то состоянии относительного интеллектуального спокойствия которое позволяет ему работать это в общем немало и наверное это какой-то ресурс я думаю что вот тут ровно тот случай когда устаревшая терминология нам не позволяет адекватно описывать реальность мы с вами говорим об уехавших и оставшихся так как это было в 20 веке то есть мы рассматриваем эмиграцию как некое пожизненное решение которое человек принимает и меняет свою жизнь раз и навсегда в нашей нынешней ситуации все перемещаются в одну и в другую сторону а потом опять перемещаются с очень большой легкостью и дешевизной больше чем когда бы то ни было раньше это вообще свойства нашего века мы это не очень осознаем потому что мы как бы живем в этом ежедневно но вот есть такая фраза что контейнер для морских перевозок изменил мир больше чем интернет легкость перемещения товаров денег людей и информации вот этих четырех ресурсов на монополизации которых стояли национальные государства долгие века это есть одно из действительно ключевых новых свойств нашего века к перемещению людей это в высшей степени относится иммиграция там 70-х и 80-х годов не говоришь о том чтобы раньше действительно была на всю жизнь люди уезжали зная что они там и на могилу своих родных не вернутся и на их похороны никто не придет это было навеки сейчас это абсолютно не так и даже понимаете вот сам этот термин уехать и вернуться в смысле укорениться здесь и укорениться там он не ко всем может быть применим люди уезжают оставляя как сказал Леонид родители и квартиры люди уезжают как в том примере который привела Маша просто в чуть более удобную локацию для работы а их работа расположена в России таких чрезвычайно много это и медиа это и гражданские активисты это и мои братья так сказать академишенс многие эти вообще все время ездят уехать на год на три года на какую-то там очередную стажировку потом вернуться это в общем тот образ жизни которым все более-менее живут у кого нет такого количества детей но в принципе это нормально поэтому говорить о диаспоре ну как-то немножко сложно с одной стороны есть люди которые уезжают ассимилируются разрывают связи с Россией рассматривают действительно свой выбор как окончательный кстати если мы скажем что этот выбор не окончательный и что вообще это сейчас выглядит не так то может самим людям станет легче потому что наше сознание тоже архаично в нем бродят всякие образы которые уже не соответствуют реальности тоже есть много любителей заворачиваться в плащи изгранников воображать себя прям вот Чарльд Гарольдом и Владимир Владимирович Набоковым одновременно хотя совершенно ничего подобного не происходит когда ситуация в России начнет меняться еще более очевидно чем она меняется сейчас и это уже станет всем понятно потянется ли так сказать караван этих перелетных гусей обратно ну тут тоже у каждого будет свой индивидуальный случай есть довольно много людей которые действительно не отдавая себе в этом отчет и не признавая себе в этом сидят и ждут вот это вот треска льдины когда он раздастся то они потянутся многие из них в результате не потянутся поедут многие из тех кто думает что они вот тут сейчас навеки окопались в своем значит Сан-Франциско это всегда индивидуальный выбор он довольно неожиданный это не массовое движение понимаете почему я тут какую-то скептическую физиономию состроила по поводу исследования которое упоминал Леонид я его смотрела я смотрела и другие а к сожалению нет у нас инструментария чтобы замерять вот эти самые приезды и отъезды говорить о том что есть какая-то специфическая путинская волна эмиграции на основании того что у нас есть знакомые которые уехали но это вот confirmation bias в чистом виде я об этом слышал следовательно это и есть общераспространенное явление на самом деле это не так не похоже была ну скажем так 14 год многих людей гиневротизировал там в разную сторону он вызвал там неожиданный всплеск патриотизма в людях которые давно жили за границей они вдруг внезапно стали такие все значит про-провластные там потянулись то голосовать то в каких-то там сюжетах сниматься в общем по-разному себя повели и кто-то кто воспринял это как личную драму или как источник личной опасности уехал из страны но вообще если мы посмотрим на большие тренды то в России миграция выглядит следующим образом люди едут из сельской местности в города из малых городов в большие из областных центров в две столицы в два мегаполиса Москву и Санкт-Петербург уже оттуда люди начинают подумывать не поехать ли им куда-то еще обычно люди едут за работой то есть имея рабочее место договорившись как-то организовав себе там это самое рабочее место временно или постоянно и вот туда едут и действительно оставляя очень многое в России в том числе источники доходов например в виде своей там какой-нибудь имеющейся недвижимости так что это такая гораздо более мозаичная картина мы опять же все время с этими историческими параллелями носим их на голове и они нам абсолютно не дают видеть действительность мы себе представляем тоже вот какой-то там 17-й год после которого значит все там вот сотни тысяч миллионы потянулись из Советской России кстати мне тут недавно я видела цифры из которых следовало что больше людей уехало из Российской империи с 905 после 905 года чем уехало после 17 потому что истинным драйвером массовой эмиграции из Российской империи стали погромы и вот те люди которые приехали в Америку и сделали ее такой которую мы знаем и любим они уезжали в огромных количествах из российской Молдавии Украины Бессарабии и из Южной России так что может быть мы тут тоже по влиянию художественной литературы которую пишут те кто уехал и они остаются в истории в исторической памяти тут тоже есть такая несправедливость а те кто не пишет книги и поэмы и романы вроде как они исчезают из этого исторического нарратива так что нет у нас никаких нет у нас такой карты на которую эти большие стрелки в одну сторону и в другую ну что ж официальный регламент у нас слава богу исчерпан и у вас имеется 12 минут 25 секунд для того чтобы получить ответы на вопрос я так думаю что вопросов может быть очень много так Илья пожалуйста я бы вернулся к начальному можно спросить представляться да это Илья Санделевич радио 4 политический обозреватель да я бы вернулся к самому началу нашего сегодняшнего разговора и спросил бы во что каким образом по вашему мнению такие проявления гражданского общества которые условно можно назвать скажем ну коммунальным протестом это вот начиная от Химкинского леса до Архангельска до Екатеринбурга включая даже вот различные проблемы с медициной каким образом все эти явления смогут поспособствовать поддержать демократическому процессу транзита власти в России ну напрямую никаким ну то есть неисповедимы эти пути для нас ничего страшного ну то есть там канонический пример заключается в том что арабская весна началась с довольно рандомного инцидента в Тунисе который вроде как никак особо не отличался ни от многих инцидентов до ни от ни от многих после но вот он как-то все это зажег мы не очень понимаем какие инциденты или цепи инцидентов в России сыграют такую роль и сыграют и когда сыграют но чем их чем их больше тем вероятность лучше мне кажется в вашем вопросе содержится ложная предпосылка что есть какая-то существенная разница между политикой и как вы назвали коммунальным протестом коммунальный протест это и есть политика это спор о том как мы живем в этом городе на этой площади в этой стране вместе так что оно с этого должно начаться конечно абсолютно это абсолютно так совершенно верно екатеринбургский протест он не коммунальный он естественно не про сквер я думаю что коммунальный имеется ввиду комьюнал так сказать как бы городской общественный в моем выражении действительно не было никакой отрицательной коннотации я ее не имел ввиду я имел ввиду именно как проявление вероятного скорости которая зацепилась за удобную правильную тему которая связана с какими-то проявлениями коммунальной жизни она не то что зацепилась эта тема для людей важна но правда и в том что вот эти настроения недовольства они ищут себе выхода это не то что они ищут предлог или повод это несправедливо будет так говорить эти темы не надуманы они действительно значимы для людей но есть вот это вот волнующееся море такое подземное пока еще недовольство которое в любую щель конечно выплескивается что касается демократического транзита с одной стороны надо прямо сказать что никакой немедленной угрозы для стабильности нашей политической системы эти события не несут если кто-то здесь ожидает что народ возьмет Кремль штурмом завтра то нет это неправда значит с другой стороны не в том их значимость что там скажем меняется власть немедленно в том месте где возникает протест значимость их в том что они меняют общественную атмосферу ну вот смотрите почему вообще в Екатеринбурге пошли события по такому странному сценарию какие переговоры какой-то сначала опрос а потом глядишь и референдум что мешает выдавить протестующих эсквера поставить забор что собственно произошло поставить там Росгвардию и сказать все забыли завтра строим и завести туда строительную технику физически ничего препятствий к этому нет на стороне власти то что она власть на стороне власти физическая сила на стороне власти силы закона всех протестующих можно значит подвергнуть административному аресту почему вдруг президент вынужден явно безо всякого удовольствия вмешиваться в эту историю говорить да вот храм должен объединять а не разъединять давайте значит сделаем какой-то там опрос почему вдруг суды в следующей инстанции снимают эти самые дни уменьшают взвое сроков административного ареста с чего бы вдруг потому что в воздухе что-то изменилось я понимаю что это не научная терминология но есть некая общая атмосфера в которой существуют лица принимающие решения лица исполняющие решения и граждане и представители власти и этот самый это самое Росгвардии какой-нибудь второй оберполк МВД они тоже чувствуют в какой-то момент когда можно надавить и надо и быстрее домой пойдем а когда лучше как-то отползти они что же больше все любят не работать да а когда надо не вмешиваться спасибо Катя протестующий народ в зале требует отвечать короче да простите константин эггерт город вильнюс я бы хотел вернуться к вопросу к Леониду Волкову это кстати вот Маша Гессен не зря обиделся как раз хотел ее поддержать потому что я понимаю о чем она хочет говорить и я боюсь Леонид вы совсем не поняли о чем идет речь короче речь идет о большой какая большая идея которая будет нужно предложить людям которые хотят изменить Россию вот у Путина есть свой взгляд на Россию он может нам не нравится но он абсолютно целостный понятный и законченный нету никакого взгляда какой у Путина я не знаю на мой взгляд ну хорошо поспорим но у меня на мой взгляд он есть это да вот это новая империя и так далее и тому подобное это всегда это лояльность государственной власти как высшая ценность у нее очень много ценностного разговора Путин очень много говорит о ценности а на сегодняшний день о ценностях по-настоящему в российском контексте заговорил один человек и он даже не гражданин России его зовут Владимир Зеленский он первый ответил Путину на том уровне на котором Путин всегда говорит вот у меня вопрос когда не из программы судебной реформы которую действительно никто не будет читать а когда ясное видение оппозиционной не оппозиционной а будущей России появится такое которое можно будет бросить в лицо Путину и второй кстати очень короткий вопрос это что делать потому что я вижу только два тренда вот я по 5-6 регионов каждый год новых вижу когда ты говоришь с людьми которым 20 там есть два типа людей которых интересует идея есть вот большая середина которых ну конформисты обычные люди как все те кого интересуют какие были какие-либо идеи их интересуют только два типа идей это либо неомарксисты отнять и поделить и так далее и тому подобное либо молодые либертарианцы которые спят сайнран под подушкой я других больших мотивированных групп среди молодых не вижу если честно сказать и поэтому мне интересно как в идейном плане работа будет не в плане не в плане этого самого спасибо большое я постараюсь ответить коротко чтобы еще была возможность для во-первых ну конечно у Путина никакой глобальной идеи нет никакой империи никакого там восстановления Советского Союза нет у него есть одна глобальная идея уехать из Кремля вперед ногами остаться у власти до смерти все остальное это инструментарий значит абсолютно сиюминутная протонистический инструментарий ну он скорее всего будет в этом успешным то есть вероятность того что он досидит физической смерти довольно высока потому что в общем многие подобные режимы так заканчивают ну как бы этот такой исторический урок по разному бывает бывает по разному но я не сказал что так будет мы надеемся что так не будет но вероятность довольно высока значит а что касается идеи я считаю что идею мы нащупали что идея совершенно четко нами артикулируется она формулируется одним словом то есть даже что в два раза короче, чем землю крестьянам или заводы рабочим, формулируется слово «справедливость». Это абсолютно, видимо, огромный... Для кого-то, чтобы Сечин заплатил налоги, а для кого-то у соседа есть корпус, а у меня нет. А надо, чтобы был наоборот. Справедливость как терроризм. Для кого-то террорист, парень за свободу, а для кого-то убийца. Значит, в обществе есть огромный запрос на справедливость и огромный дефицит справедливости, понимаемый разными людьми по-разному, но это, безусловно, объединяющая глобальная идея сейчас. Да, я соглашусь. Это действительно такое зонтичное понятие. Каждый, кто говорит по-русски, понимает, насколько многозначен этот термин. Даже не применительно к конкретному человеку каждому. А по ситуации справедливость может обозначать разные и довольно противоположные вещи. Иногда справедливость – это равенство, а иногда это неравенство. Иногда справедливость – это закон, а иногда это исключение из закона. Иногда это милосердие, а иногда это месть. И при этом интуитивно каждый из нас понимает, что такое в той или иной ситуации справедливость. Да, это слово грядущих годов. Как его интерпретировать и как к нему подобрать прикладной политический инструментарий – это вопрос вопросов. Пожалуйста. Спасибо. У меня вопрос Маше Гессен. Вчера я читал интересную статью в газете «Сирп» у вас книга вышла о России, значит. И там комментарий этой книги. И поэтому у меня вопрос. Насколько популярен видение будущего России Дугина? Это значит евроазиатская Россия, национальная держава. И насколько есть к этой концепции поддержка, и сколько Путин использовал эту концепцию. Это немножко продолжение этого вопроса, который только что задавали. И какое общество Путин строил в течение 20-ти годов? Есть какие-то влияния Дугина или нет? Айден. На этот вопрос даже я мог бы ответить, Маша. На этот вопрос каждый из нас мог бы ответить, но, конечно, ужасно, сколько этих фейков бродит в публичном пространстве. И люди время на это тратят. Да, простите. Спасибо. Это книжка, в которой 550 страниц, из которых где-то, наверное, 30 посвящены действительно Дугину, в частности, его биографии. Но есть определенный вид рецензента, который очень любит именно об этой части книжки писать. Дугин для меня очень интересный персонаж, почему я, собственно, о нем и пишу. Но он себя позиционировал таким образом, чтобы о нем можно было писать, как о сером кардинале. Больше всего на свете он хотел, чтобы его идеи звучали из уст Путина. Несколько раз так оно и произошло. Потому что были какие-то моменты, когда Путину нужно было сказать что-то такое идеологическое, поскольку на самом деле, вопреки расхожему мнению, в его ближайшем окружении нет людей, которые продуцируют для него такой язык, то, значит, вот этот язык тогда брался из этой корзины, которая была поставлена так удобно, что можно было вот в нее запустить руку и немедленно что-то такое сказать. Последний раз это произошло в 2014 году. Как Дугин сам тогда мне передал через своего представителя, поскольку лично он со мной отказался разговаривать, но, значит, получал вопросы и, значит, передавал ответы. Только он мне передал, что власть наша ничтожна, влияние наше неизмеримо. Спасибо, Маша. С моей стороны, просьба больше Дугину рекламы не делать. Пожалуйста. Да-да-да, вот вы. Спасибо большое. Инна Березкина, Московская школа, и я не могу не назвать имя Лены Немировской, которая эту школу основала 27 лет назад. Поскольку это сессия «Голоса России», я считаю, что этот голос должен прозвучать, хотя я буду говорить от себя лично. Мы занимаемся гражданским просвещением в России 27 лет. В 2014 году нас назвали агентами, и мы вынуждены были прекратить деятельность в России, но мы удвоили свои усилия, и мы продолжаем делать наши просветительские семинары и выпускать книги, но теперь уже в основном за рубежом нашей Родины. Я не могу удержаться от комментариев. И мне кажется, что здесь не шла речь о гражданском обществе. Протестная способность людей — это эмоция, она не делает человека гражданином. В голове у людей не Путин, в голове у людей простое человеческое невежество. И в этом смысле невежество человека в России такое же, как невежество человека в Польше или в Америке, и этому ничего нельзя противопоставить, кроме просвещения. И спасибо Алексею Левенциону, и спасибо тем, кто говорил о том, что недостаток философов, недостаток мысли. Но даже идею будущего нельзя людям подарить. Нельзя ее создать за пределами России и спустить ее откуда-то сверху вниз. Все, что можно сделать, это создать для людей условия, в которых их даже научить гражданином быть нельзя. Нельзя научить, что такое свобода и достоинство. Человек только сам может открыть это в себе. Спасибо. Простите. Спасибо большое. Вопрос правого фланга. Кажется, у нас время закончилось, нет? Еще один вопрос. Спасибо большое. Может быть, я все-таки успею. Посол Эстонской Республики при Комитете по безопасности и политике Европейского Союза. Рейн Тамсер меня зовут. Большое спасибо. Очень интересная беседа у нас. У меня два вопроса, в принципе, спровоцированы были в вашем выступлении, Маш. Но, тем не менее, если кто-то хочет другой ответить, я буду благодарен. Первый вопрос. Вот в Кремле, на ваш взгляд, страх перед будущим, он больше, чем страх перед настоящим, прошлым? И второй вопрос. Вот вы сказали, что система рухнет. Я так понимаю, что это в переносном смысле, наверное. Больше, чем в прямом. Но, тем не менее, если господин Сурков говорит о 100 годах путинизма, то как же нам быть? Но, на самом деле, вопрос, конечно, в том, что вы ожидаете каких-то революционных изменений, или же, скажем, операция «Приемник» и вот такое эволюционное развитие. И как с этим состыковывается крымский консенсус? Спасибо. Давайте я попробую очень быстро. Я думаю, что они боятся будущего больше, чем чего бы то ни было. И я думаю, когда я говорю, что система рухнет, я просто констатирую факт, что создана закрытая система, которая не поддается влиянию извне. Такие системы рано или поздно падают либо из-за смерти того, на ком все это сосредоточено, либо из-за какой-то ошибки, которая совершена внутри. Когда это произойдет, мы увидим. Раньше мы этого не увидим. Мы не увидим даже того, что к этому ведет, потому что это действительно довольно герметичная коробка уже теперь. Ну, система рухнет. Есть два сценария. Пессимистичный сценарий заключается в том, что система рухнет тогда, когда Путин умрет. Оптимистичный в том, что она рухнет раньше. Это в силу других факторов. Как совершенно верно сказала Маша, автократия такого рода по наследству не передается, не существует механизмов. Это не может быть передано по наследству, потому что это все держится на каких-то там personal ties. А вот в Азербайджане. Приемничество здесь не работает. Хорошо получилось. Азербайджан сильно другая сторона. Да не будет там никакого самовоспроизводства. Сколько раз мы производим? Нет, нет, ни разу. Ничего подобного. Вот, поэтому, вот, ну и апеллировать господину Суркову так же нелепо, как господину Дугину. Да, у нас такой параджурный. Влияние которого на российскую политику равен ровно нулю. Да, это правда. Значит, опять мы с вами оперируем какими-то странными общими сущностями. Кремль не является единым политическим субъектом. Поэтому еще ему приписывать психологические свойства и говорить, что этот он загадочный, чего-то боится или не боится, это какой-то странный уровень политического анализа. Давайте не будем этим заниматься. Что касается рухнет и не рухнет. Наше мысление заражено литературоцентричностью. Мы себе представляем такие сюжеты, как в романе. Что вот завязка, кульминация и развязка. А в конце все либо умерли, либо поженились. Обычно политические процессы происходят не так. У них вообще нет ни начала, ни конца. Что еще помогает этой нашей литературоцентричности? Это опыт великих драм 20 века, когда действительно эти большие системы в одночасье рассыпались, как в сказке. Но это были очень своеобразные тоталитарные эксперименты. Советские и немецкие. Это, в общем, не то, чтобы очень характерно для истории человечества. Наша нынешняя система куда более природосообразна и человекосообразна, чем советская. Изолированная она не является. Полностью изолированным не был и Советский Союз, и не восприимчивым к внешним влияниям. Очень он был восприимчив. И к тому, как его товары покупают, его сырье, и к тому, какие международные договоры он подписывает. Все это имело влияние на внутреннюю жизнь людей в Советском Союзе. Нынешняя наша система гораздо в большей степени инкорпорирована в мировой оборот денег, в том числе грязных денег, о чем речь шла и на этом мероприятии, информации и дезинформации, товаров и услуг и людей. Поэтому что там рухнет? Ну, какой-то будет исторический момент, который можно будет сказать, что вот, смотрите, вот оно все рухнуло. На самом деле это будет такой вегетативный процесс постепенного перерождения, когда то, что вчера еще было невозможно, вдруг стало возможно, и никто особенно не обращает на это внимания, как, опять же, вот в этом нашем екатеринбургском кейсе. Все это воспринимают как должное, и только бедные старенькие эксперты, оглянувшись назад, говорят, боже мой, до чего мы дожили, что мы видим, какие-то вообще удивительные вещи. А публике эти вещи не кажутся удивительными, потому что она живет день за днем. Ну, вот так оно примерно будет и дальше развиваться. Спасибо, Катя, спасибо всем. Я хотел бы закончить нашу сессию. Тут вот зашел разговор, значит, о судьбе путинизма. Как вы, возможно, знаете, Алина Кабаева на днях родила близнецов. Вот, хороший комментарий из российского интернета. Надо же, родила преемника уже с двойником. Всем большое спасибо. Да, слушайте, нашего уровня анализа становится все выше и выше ближе к финалу. И фонд «Открытая Эстония» Мальхеллом, и Леня, и Маша, и Катя выступают еще на конференции Ленарта Мерри. Вы их услышите на английском языке. Вот, так что приходите обязательно, послушав наших прекрасных экспертов. Вот, спасибо. 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 Продолжение следует...